Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком «Открытая кухня». Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, рада всех приветствовать. Как и обещала, месяц октябрь будет у нас посвящен выставке «Пир Экспо-2020», «Москва Кейк Шоу-2020». Мы встречаемся с потрясающе талантливыми людьми, которые давно или совсем даже недавно в сфере кондитерской и поварской обсуждаем насущные проблемы, путь успеха, тренды и все, что происходит сейчас в этой сфере. Ну и, собственно, завершая цикл эфиров со своими московскими гостями, я пригласила сегодня, ну уж очень опытных двух дам, которых я сегодня с радостью представлю. Президент Академии кулинарного искусства «Эксклюзив» Елена Шрамко. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. И владелец и генеральный директор компании «Пир Экспо» Елена Меркулова. Добрый вечер. Тоже Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам огромное, что нашли время сегодня пообщаться. У нас единственное, что произошло, да, в Латвии перевели время, в Москве нет, но, к счастью, мы сегодня все-таки собрались, да, ну вот Елена Шрамко у нас за рулем, но надеюсь, что это не помешает, да, сегодняшнему эфиру, и что мы также душевно пообщаемся. Добрый вечер. Мы находим итоги, да, выставки «Пир Экспо-2020». Ну, коллеги, я предлагаю начать как раз-таки с первого вопроса, да, как вы сами оцениваете ситуацию, и, возможно, мы можем даже какой-то сравнительный такой анализ, да, провести, как это было 20 лет назад, как это есть сейчас, в чем преимущество, в чем, например, наоборот, да, вот вы скучаете по тому, как это было раньше. Можете выбрать, да, между собой, пожалуйста, Елена Меркулова, да, слово даем, да. Ну, смотрите, конечно, образование, которое вот кулинарное, кондитерское, вот за это время, ну, шагнуло вперед, конечно, это недостаточно, потому что, ну, хотелось бы лучше, но в любом случае колледжи, которые сейчас выпускают у нас поваров и кондитеров, они уже, скажем так, оснащены оборудованием, то есть они могут нормально практиковаться, у них, в принципе, есть достаточно, ну, особенно, если мы говорим про московские или, например, питерские колледжи, у них много практики проходят в ресторанах, но в то же время существует еще проблематика следующего, например, плана, что, а кто является учителями? Учителя в основном сейчас в колледжах, это еще вот преподаватели старой закваски из вот тех времен, и не всегда, ну, скажем так, что, что хотелось бы для рестораторов, для конечных потребителей, они, ну, скажем так, обучают и привносят студентов. Ну, в любом случае, это уже гораздо большой шаг вперед, но, к сожалению, недостаточно. И основная еще проблема в том, что очень много в колледже идут детей, которые, в принципе, ну, идут учиться просто потому, что надо куда-то пойти учиться. То есть они не видят своей профессии, например, мы сталкиваемся регулярно с тем, что, например, вот на выставке у нас каждый год участвуют волонтеры, которые, дети, это именно из колледжей, которые помогают на различных площадках кулинарных. И потом выясняется следующая вещь, что они потом не идут в профессию, то есть они, ну, скажем так, просто получают среднее образование. Из-за этого получается не очень такой хороший выход годных для самой индустрии. Да, если позволите, я дополню. Вы, может быть, со мной согласитесь или, наоборот, мы с вами подискутируем. Ну, вот у меня есть два момента, да, исходя из того, что вы сказали, которыми я была бы рада с вами поделиться. Первое, в этом возрасте, когда после девятого класса идем, значит, получать средне-специальное образование, еще не до конца сформировано, кто я, да, чем я талантлив и кем я хочу стать. Вот первый момент. Второе, даже если этого, этой уверенности и понимания нет, то это очень действительно зависит от преподавателей, насколько интересная практика, насколько уроки и материал, который предоставляется, и как он предоставляется, может вдохновить человека на развитие в этой профессии. Вот, мне кажется, это два таких основных фактора, почему, ну, тоже в том числе, мы получаем то, что получаем. Знаете, я с вами согласна, но, знаете, например, вот с чем мы сталкивались, и вот, Елена Васильевна, с этим я больше уверена наверняка согласится, мы достаточно долго проводили соревнования среди студентов, которые называются студенческий пир, где они как раз вот показывали свое мастерство как студентов на поваров, кондитеров. Они получали какие-то места, они даже выигрывали золотые медали, но я вам хочу сказать, это не всегда оканчивалось тем, что они оставались в профессии. То есть это был на какой-то период времени определенный фан, но они не готовы к дальнейшему труду. Возможно, здесь нужно еще, чтобы было какое-то наставничество дополнительное, для того, чтобы они больше влюбились в профессию. Но в любом случае, то, что было 20 лет назад, и то, что сейчас в среде колледжей, это все-таки шаг вперед, хотя, конечно, недостаточный. Спасибо большое, Елена, вам за мнение. Давайте тоже, мы хотели бы услышать, что Елена Васильевна Шрамко думает. Вы как, собственно, президент Академии кулинарного искусства, как вы можете это интерпретировать на сегодняшний 20-й год, что поменялось, и что вы сами, как президент, хотите донести до нового поколения ребят, которые идут учиться? Ну, смотрите, на самом деле, то, что происходит массовое обучение колледжей и техникум, это, конечно, отличается от того, что даем мы. У нас Академия уже 19 лет, и у нас учатся и профессионалы, и также начинающие. И это немножко другая уже история. И более профессиональная, она похожа на те чкачные школы, которые есть в Европе. И на самом деле, дети, которые заинтересовались нашими знаниями, нашими, ну, как бы заинтересовались профессией, они двигаются уже дальше. Они, конечно, учатся и приходят к нам, повышают свой уровень и, в общем, развиваются. У меня немножко третичная ситуация на дороге. Тут мне КамАЗ перекрыл дорогу, все сигналы от вокруг, поэтому я немножко нервничаю в эфире. Да, ну, мы вас поддерживаем, да, и это действительно... Зато у вас красиво сейчас глаза подсвечиваются и за прожектором. Да, потому что КамАЗ. Найдем плюсы немножко, да, позитива в этой ситуации. Но вы, главное, да, аккуратно следите за дорогой, а мы будем вам помогать, да, с Еленой Васильевной. Вот мне просто задать конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу. Супер. Елена Васильевна, вот сколько у вас в Академии длится обучение? Это также четыре года, есть какие-то сокращенные программы? Смотрите, у нас можно учиться от одного дня до года. Да. И также у нас есть студенты, которые учатся, вот нам 19 лет, они все 19 лет приезжают к нам. Да. И, ну, там с частотой один раз, там, год или два раза в год, в зависимости от той темы, которая их интересует. Да. Годовое обучение пока не сильно востребовано, но студентов достаточно, которые приходят и уже через полгода у них идет специализация. Мы видим, он идет или в кулинарную составляющую, или в кондитерскую, или в пекарню. И на самом деле мы видим, что очень эффективно происходит для них образование, так как они сразу же через год обучения устраиваются на очень достойные должности суши, шефа, в рестораны, в кондитерские, в пекарни. Потому что обучение полностью практическое. Просто на государственном уровне или на уровне колледжа сложно дать такой уровень обучения, так как закупка продуктов и практика – это самое слабое звено именно в организации таких больших колледжей, институтов дать больше практики. А как обстоят дела с дистанционным обучением? В связи с пандемией, вот, например, в Москве, не знаю, как сейчас ситуация развивается в этом плане, да, вот в Латвии даже медсестры, им приходится проходить обучение дистанционно и искать в Ютубе, как же все-таки в Вену поставить эту иголочку, да, чтобы капельница подсерьезно подруга рассказывала. Как у вас с этим вопросом? Вы знаете, я всегда была категорически против настроя на дистанционного обучения. Мы, да, запустили как раз в апреле первый курс, провели 27 апреля. Сейчас это уже более-менее систематично, один-два раза в месяц мы проводим дистанционное обучение. И уже есть обратная связь от тех, кто у нас принимал участие в этом обучении. Это реальные предприятия, директора или там шеф-кондитеры, шеф-повара, которые сказали, да, мы все запустили, отработали, все работает. Меня это сильно удивило из-за того, что дистанционно очень сложно попробовать продукт, потрогать узами, отработать технологию. Но, оказывается, это работает, и это можно развивать. Хорошо, спасибо большое. Теперь тогда давайте вопрос Ленине Владимировне, да. Значит, что касается ситуации со специалистами, да. Мы обсудили основные какие-то проблемы, да, триггеры, что может являться вот таким провокатором некачественных специалистов на выходе. А вот что дальше? Потому что я помню, что когда я начинала свой опыт, да, в хорике, мне было тогда лет 18-19, да, и там и хостес работала, а потом устроилась вот непосредственно в кулинарную студию, вот, и проработала там несколько лет. И я очень хорошо помню ребят-сушефов, которые только после техникума стояли, по 16 часов нарезали, да, все эти заготовки делали, ночные смены брали, лишь бы заработать. И в какой-то момент, не у всех, но я видела это перегорание, когда они просто статично делают эту работу, никакого вдохновения здесь нет, здесь просто зарабатывание денег и все. Вот какой совет Вы бы дали, да, исходя из своего жизненного, профессионального опыта? Вот что делать? Ну, смотрите, мы специально сделали мероприятие для шеф-поваров, оно называется у нас «Завтрак шефа», как раз вот для того, чтобы решать все задачи, которые Вы сейчас озвучили. Да. Мы с шеф-поварами и просто поварами, мы, выставки у нас в этом году 23 года, и в принципе мы с шеф-поварами и поварами работали все это время. И наблюдали вообще, что с ними происходит. Вначале, то есть вот там лет 20 назад, это была абсолютно, ну, знаете как, не очень активная аудитория, молодая имеется в виду, то есть были старые когорты из Советского Союза, да, у них было четкое представление, что делать и как, а молодежь, она была, в общем-то, достаточно пассивна. И вот 5 лет назад мы как раз вот и начали заниматься отдельно шеф-поварами и поварами, потому что увидели, что они стали, стали несколько другими, они стали более активными с точки зрения того, чтобы они захотели расти дальше. То есть не просто свою смену от начала до конца отрубить и все, то есть у них появились какие-то стремления, и они увидели, ну, пример того же Владимира Мухина, и им показывал, что они могут стать чем-то больше, достигнуть чего-то лучшего, чем то, что есть у них на данный момент. Поэтому мы вот стали делать, и, кстати, такие вот именно вдохновляющие, обучающие мероприятия для шеф-поваров есть не только у нас, и в Европе, и в Таллине, по-моему, делали мероприятие «Соль» или не «Соль». Ну, какое-то мероприятие было на Балтике, именно направленное на шеф-поваров. И мы увидели, ну, достаточно, знаете, такую вот благодатную аудиторию, которая молодую, которая интересна, которая приезжает на три дня, чтобы пообщаться, научиться чему-то новому. Самое главное — научиться, а не просто делать селфи со звездой. Да. И, конечно, когда они вот выходят из своей... Ведь, по большому счету, кухня — это такое закрытое пространство, где они сами в себе варятся. Когда они могут выйти, посмотреть, что делают другие, научиться этому — это для них дальнейший толчок. Они обязательно должны ездить и по миру, они должны ходить в рестораны. У них у всех есть на это деньги, но, во всяком случае, они должны к этому стремиться. Они должны чувствовать вкус. Они должны это пробовать, они должны это смотреть. Ну или хотя бы, да, какие-то уроки. И как только вот, кстати, пошла вот эта волна, когда они стали ездить по миру, и у них развитие сдвинулось дальше. Еще раз. Я говорю, я сказала, что как только они начали больше ездить и пробовать, у них сразу же они стали лучше в профессиональном плане. Это 100% так, потому что посещение выставок, различных мероприятий, обмен опытом и однозначно звезды, на которые они ориентируются, их развивают и стимулируют к новым знаниям, к новому опыту, к новым... И вы знаете, они абсолютно на уровне. Мы вот в 2018 году, у нас был специальный такой выезд российских шеф-поваров на «Мадрид Фьюжн», где они, помимо того, что они на главной сцене рассказывали о том, чего они достигли, у нас еще были вечерние ужины совместно с испанскими шеф-поварами. Ну, я вам хочу сказать, наши были очень даже... Вполне, да? То есть конкурентоспособны, да, не отставали абсолютно от горячих испанскими шефов. Ну, вы знаете, я бы сказала, в чем-то даже лучше. Ну да, тут менталитет, я думаю, тоже отличается, подача должна отличаться. Все-таки там южный народ, он больше, возможно, хаотичный, да, а наш больше такой склонный к тому, чтобы детали, да, вот так вот скрупулярно все делать. Ну, сложно сказать, самое главное, у них есть вкус, понимаете, у них есть вкус, они понимают этот вкус, потому что когда... То есть это одна из проблем была вот советских шеф-поваров, когда они начали готовить, ну, вот из новых продуктов, а у них не было опыта, связанного там, я не знаю, там, из детства, из юности, где бы они имели этот экспириенс, им было сложно. А сейчас, когда все-таки вкус, он с детства воспитывается, наши вот эти, скажем так, вкусовые сосочки, они с детства программируются. Чем больше будет опыта, тем больше... Причем это во всем, да, это... ...больше, да, действительно, мастерство рождается в дальнейшем. Да, согласна. Коллеги, я вот хотела тоже вам вот такой вопрос задать, мы вот все про молодежь, да про молодежь. Вот даже в моем окружении, да, поскольку я занимаюсь рекрутментом здесь у нас в Латвии, да, в работе в сегменте хорика, есть шефы и прекрасные женщины, которые на кухне стоят уже, ну, неважно в каком цехе, и это кондитеры, могут быть повара горячего, холодного, и шефы. Вот за 50, что делать людям, да, у которых действительно потрясающий опыт, прошли все революции в этом смысле, да, они знают тех карты, как свои пять пальцев. Но, как говорится, дорогу молодым. Вот как вы считаете, как найти, где найти применение тем людям, которые еще физически здоровы, нету, скажем, алкогольной зависимости, что тоже часто встречается в этой профессии. Куда идти, куда податься, чем заняться? Возможно, у вас есть какие-то вот мысли на этот счет. А почему вы списываете людей, которым 50? На сегодняшний день мир позволяет 50 быть достаточно активными, это раз. И таких людей надо беречь, потому что они действительно умеют читать тех карты, они могут передать свой опыт, и они действительно очень нужное звено в любом производстве и на любом предприятии. Поэтому их исключать из списков ни в коем случае нельзя. А уже готовность работать или нет зависит лично от человека. То есть может и в 20 лет быть человек уже старым, а может в 60 быть очень активным. Что мы это и наблюдаем в ресторанном бизнесе. Нет, смотрите, Елена Васильевна, да, здесь вот момент не то, что я их списываю, в том-то и дело, что я как человек, который занимается рекрутментом, я уважаю каждого кандидата, да, и для меня возрастной или там половой признак, это абсолютно не какие-то факторы, да, по которым я устрою человека на работу или нет. Я говорю о том, что конечный, да, там, владелец, например, ресторана или пекарни, или еще какого-то заведения, он скажет, а, все, да, то есть вот где найти применение, а как аргументировать то, что у этих людей действительно там может быть не 20-летний, там, ну не знаю, чем это может быть обосновываться, спина болит, ноги болит, не так быстро уже двигается, да, ну возможно, да, это как вот мои те же заказчики иногда рассуждают, нет, я хочу вот 20-летнего, который будет там носиться мне, да, и по 16 часов отстоит. Где найти применение? Человек хочет работать, человек хочет развиваться, но так или иначе, да, мы вот с возрастной дискриминацией сталкиваемся, вот ваше мнение на этот счет, я-то ни в коем случае никого не списываю, я-то как раз за равноправие. Ну, вы знаете, я хотела что сказать, но здесь вот никуда от этого не уйти, все-таки ресторанный бизнес и вот кухня – это тяжелая, тяжелая работа, это тяжелая физическая работа, и, конечно, здесь вот с возрастом людям становится все тяжелее и тяжелее на кухне работать, никуда от этого не деться. Поэтому если у, я не знаю, там у шефа, у прекрасной женщины есть силы, то, наверное, это можно, но с другой стороны, я прекрасно понимаю тех же рестораторов, которые ограничивают. Но если говорить про возрастных шеф-поваров, все-таки это стабильность. Это вот раньше давали немножечко другие знания, то есть сейчас больше идет такой вот креатив, полет фантазии. Раньше это вот технологическая карта, четкое составление меню, четкое составление выверения себестоимости. Ну, значит, надо использовать на этих участках, где они сильны. Да-да-да, их надо беречь, и правильно просто, это уже зависит от директора ресторана и от директора производства. Здесь очень все индивидуально. Хорошо. Ну, я думаю, что мы сделаем сейчас небольшую рекламную паузу, да, вы, коллеги, пожалуйста, не отключайтесь, и вернемся дальше к нашим темам, да, «Открытая кухня». И еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова, и мы сегодня продолжаем цикл передач с моими дистанционными гостями из Москвы. В рамках выставки «Пир Экспо 2020», «Москва Кейк Шоу 2020» я знакомлю не только, конечно, жителей Латвии, но и всех других слушателей, которые находятся за границей, с потрясающе талантливыми экспертами в этой сфере, кто и давно, и недавно. Делимся секретами, обсуждаем проблемы, дискутируем, где-то соглашаемся и даем советы. И сегодня у нас такой завершающий эфир. С радостью еще раз представлю своих гостей. Это президент Академии кулинарного искусства, эксклюзив Елена Васильевна Шрамко и генеральный директор компании «Пир Экспо» Елена Владимировна Меркулова. Добрый вечер еще раз. Мы уже так достаточно много поговорили про проблемы, которые связаны с образовательной системой в рамках кулинарного, кондитерского искусства. Давайте поговорим о хорошем. Что на данный момент есть такого притягательного, возможно, это практики, возможно, это хорошие контракты у учебных учреждений с ресторанами, какими-то студиями. Что может еще больше мотивировать, помимо посвящения выставок? Какие вот такие бонусы в образовании именно в России? Почему не стоит ехать куда-то за границу, а есть смысл попробовать остаться на своей родине? Ну, наверное, Елена Владимировна пускай на счет, да? Елена Владимировна. Я, честно говоря, не очень поняла вопрос. То есть вы имеете в виду образование для шеф-поваров молодых? Да, да. Потому что я поясню свой вопрос, почему он такой вот где-то странный. В один из эфиров во время пандемии, да, тоже у меня был гость дистанционный из Москвы, парень, мне сказал, что вот я не остался в России учиться, потому что все вот настолько устаревшее, неинтересное, искал, не нашел и уехал в итоге в Ликорденблю и в таком восторге вернулся, открыл свой цех, да? И то есть он, ну, вот настолько не сказал ни одного хорошего слова про образование там местное, что сегодня в эфире я бы хотела сломать этот стереотип. Мы обсудили, да, что, безусловно, есть там и Академия Эксклюзив, да, где очень много практики и интересные занятия. Есть выставки, которые можно посещать, есть там места и шефы, на которых хочется равняться. Но, возможно, вы, когда специалисты, эксперты, можете еще вот выделить какие-то пункты, которые вот ребята будут нас слушать и подумают, а я этого не знал, а стоит попробовать и держаться. На самом деле, вот образование у нас в Академии год, оно вообще не уступает образованию в Ликорденблю 9 месяцев. Это я вам точно говорю и сделала. И это стоит раза в 3 дешевле. Ага. Это практическое обучение, и это очень много теории. И плюс через полгода, это за год, через полгода у них идет специализация, и они принимают участие в открытии каких-то проектов. Так же выезжают на место. У них есть возможность получения практики. И это совсем другая история. Почему так человек говорит? Просто, может быть, он не всю информацию собрал в России, поэтому уехал. В Корденблю я тоже в свое время училась, и я понимаю, что там дается и у нас. Ну, я здесь хотела бы добавить следующую вещь, что, наверное, ну, хотелось бы, чтобы все-таки было... Я не говорю про кондитерское, я в первую очередь говорю про поварское искусство. Но Корденблю там в основном кулинарное. Ой, кондитерское. Кондитерское, да. Кондитерское, все верно, да-да-да. Ну почему? Корденблю – это поварское. Нет, 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 человек, который говорил о Корденблю, который уехал туда учиться, это кондитер. Я примерно понимаю, кто это. А, ну, если говорить про кондитерские или поварские, то вот я считаю, что у нас недостаточно таких школ. То есть вот эксклюзив и, по большому счету, школа Новикова, которая в основном работает для домохозяйка, у них очень маленький курс для поваров. То есть это больше ничего и нет. Для такой большой страны, как Россия, все-таки… Но, может быть, это еще не востребовано? Если бы это было востребовано, оно было бы… Возможно, возможно, это не востребовано. И страна у нас большая, и получается, что у нас, ну… Нет, давайте так. Недостаточно. Было принято, что образование повара или кондитера – это бесплатное образование. И на сегодняшний день еще не все готовы просто платить за это образование. Вот, вот, председательно так. Но, вы знаете, появилась новая аудитория, новая молодежь, которым родители помогли или кондитерскую открыть, или пекарню, или тот же ресторан. И они уже немножко другие. То есть они осознанно идут в свой бизнес, готовятся с нуля и немножко по-другому подходят к образованию. Это новая аудитория. Она, слава богу, появилась. И она есть. И есть шеф-повара, которые стремятся что-то свое открыть. Это тоже новая аудитория. Ее просто раньше не было 20 лет назад, а сейчас она есть. А если мы говорим про европейские, да, вот, школы, окей, мы назвали Ликорден Блю, вот, например, да, человек захотел, получил уже должную квалификацию в России, неважно, в Москве, в Питере, и ему захотелось повысить свою квалификацию еще где-то в Европе. Куда бы вы посоветовали съездить, помимо Ликорден Блю? Я бы, знаете, я всегда советую, так же, как книги мы читаем разных жанров, или фильмы смотрим разных жанров, так же и учиться в разных школах. Во-первых, если я перечислю те школы, в которых я училась, я, наверное, перечислю все, что есть в этом мире. Но выбираем и возвращаемся мы туда, где нам понравилось. То есть это могут быть какие-то короткие курсы по узкому направлению, по широкому. То есть это может быть, если кондитерские, и вы творчески развиваетесь там с точки зрения арт-работ, карамели, пожалуйста. Тефан Кляйн, это лучше ничего не придумать. Вы хотите развиваться там как кондитер, почему бы вы в Белуэй не съездите? Если хотите шоколад, пожалуйста, Валрона. Школу нужно перечислять бесконечное количество. Опять же, тот же Корден Блю. Их 22 или 23 школы в мире. Я была и в Сингапуре, и в Америке в этих школах, и в Лондоне. То есть, пожалуйста, по месту жительства можно тоже в Корден Блю. Не обязательно ехать в Париж, а выбрать какую-то страну. Если же мы говорим о поварском направлении, то очень интересная сейчас программа у Басского кулинарного центра. И у нас многие шеф-повара, они даже на русском языке программа. Ну вот сейчас пандемия все немножечко изменила. Но вот в прошлом году, когда мы с ними сотрудничали, они сделали специально русскоговорящие группы. И у них интересная программа у Басского кулинарного центра. Как раз вот, скажем так, модным шеф-поварам и ребятам, которые хотят быть модными, это сейчас очень нравится. Ну да, мне просто... Потому что действительно вы настолько экспертные гости, да. И для радиослушателей тоже хотел бы подметить, что у нас также здесь в прямой трансляции чемпион мира по кондитерскому искусству. Поэтому хочется рассказать вот из первых уст, куда следует молодежи податься. Потому что столько сейчас всего. И в том числе, знаете, как на контрасте. Столько всего, но в том числе и кажется, что я и с телефона что-то могу там изучить. Такой вот эфир сегодня хотелось максимально информативный, который можно будет потом брать и пользоваться. Вы знаете, сначала ребята все, или кондитеры, или шеф-повара, они должны понять, чего они хотят. Да, сто процентов. То есть после этого, как будет запрос, после этого будет и ответ на этот вопрос. Когда начинают говорить, а вот куда бы нам съездить поучиться, ну куда-нибудь и езжайте учиться. Какой вопрос, такой ответ. Ну куда-нибудь. А так, если же есть четкое направление, что вы хотите, всегда мы можем подсказать, какие направления наиболее, скажем так, приоритетные в школах. Кроме того, никто не для шеф-поваров, например, тех же не отменяет стажировки. Стажировки у известных шеф-поваров, они берут на стажировки. Просто это надо написать им, спросить. Не бояться, не бояться, конечно. Не бояться, но и, конечно, если мы говорим об иностранцах, язык надо знать. Если ты язык не знаешь, то это, в принципе, нереальная задача. Сто процентов, согласна. Ну вот еще у нас такой был вопрос, да, из того плана, который мы на сегодняшний эфир готовили. Кулинарные студии, да, вот мне захотелось тоже ваше мнение услышать, так как я уже говорила, работала и в Москве, и в Сингапуре, в самой крупной кулинарной студии в Европе. Как вы считаете, насколько вот важно открытие таких проектов, да, в принципе, в России? Насколько важно такое времяпровождение, детские мероприятия? Чего не хватает, возможно, в этой индустрии? Вот, может быть, у вас есть тоже какие-то свои вот моменты, которые хотели бы выделить. Ну, смотрите, кулинарные студии, это же, в принципе, для B2C. B2C, да. Ну, B2B корпоративно, но в целом, да, B2C. То есть это для конечного потребителя. Да, да, все верно. Ну, кстати, студии открываются даже и при ресторанах, они небольшие, как раз направлены на то, чтобы обучить клиентов ресторана, когда они хотят что-то научиться готовить. Именно это вот пока не очень распространено, но это есть. Это интересно, почему нет, это определенные мастер-классы для гостей ресторана. Ну, кроме того, это сейчас и тимбилдинги интересные, и детские праздники. Почему? Почему нет, это интересно, полезно. Понимаете, мы все любим поесть, поесть, любим вкусно, хочется чего-то интересного. Ну, дома не каждый может самостоятельно чему-то научиться. Когда ты придешь и тебя этому научат, это всегда полезно. Так, Елена, ваше мнение? Ну, все это развивается и открывается в разных городах. Не все могут долететь до Москвы, и очень хочется, живя в Томске или там в Иркутске, например, посвятить какие-то мастер-классы непрофессиональные и соприкоснуться с профессионалом. Потому что, на самом деле, огромное количество людей считают, что они умеют готовить, если они уже жарят яичницу, хотя мы уже в этой профессии очень давно и очень-очень-очень давно. При этом нет предела совершенства, постоянно учимся и рассыпаемся. То есть это профессия бесконечная, безграничная. Но для того, чтобы просто что-то научиться приготовить для дома, это как раз хорошо, идти в студию. Ну вот я как раз и говорила, что при ресторанах, это особенно в регионах, есть, когда нету отдельной студии, но при ресторане действуют в определенные дни, например, мастер-классы, которые работают на обучение, на удовлетворение с другой стороны своих гостей. Давайте так, все равно студия – это не совсем профессиональная подача, это не профессиональное образование. Ну, конечно, это больше развлекательное. Это больше развлечения, это больше такая игра про еду. Ну, вот так. Это определенный фан, почему? Да, ну это как любые курсы, сегодня же вообще модно, курсы, любые курсы, там, любых мастеров, поэтому и кулинарные так же развиваются, как и все остальное. Вы знаете, я считаю, чего не хватает. Так вот у меня, например, дети, они бы с удовольствием пошли и прошли какой-то курс, такой вот, знаете, обучающий, не пошли там какое-нибудь эксклюзивное какое-нибудь блюдо приготовили, а базовый курс пройти. И вот этого, кстати, нигде нет, чтобы вот там вот ребенок там 12 лет, 15 лет, 16 лет пошел и вот, знаете, такой вот, ну, курс молодой хозяйки, базовые какие-то вещи. Но вот, между прочим, этого нигде нет. Так как я лично с этим сталкивалась и этого искала, даже вот те кулинарные школы, которые работают на B2C, и периодически там раз, там, я не знаю, там в месяц проходит какой-нибудь очень такой сложно сочиненный курс по какому-нибудь блюду. А мне их надо научить в базе. В базе, да, 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 да. Я понимаю, согласна. Но вы знаете, на базовые курсы к нам уже приходят дети по 15 лет, и с 17 лет приходят на годовое обучение. И мы видим, в принципе, результат, 12-летние дети были, но с 12-летними очень тяжело. Это немножко другая должна быть система в организации именно самого обучения. А вот 15-летние уже достаточно могут учиться их профессионально. Ну, это более, да, уже осознанный выбор. Они понимают, что через пару лет придется снимать квартиру со своими одногруппниками, готовить. Надо будет не только заказывать через Delivery Club, да. То есть это же такие даже вынужденные должны быть меры. У нас остается не так много времени. Я бы хотела также подвести, собственно, итоги этого года. Очень сложного, да. У нас, конечно, еще пару месяцев остается. Но как вам кажется, какие самые главные изменения именно в этом направлении, в Хорике, произошли в связи с пандемией? Что вот кардинально поменялось, с чего не было в 2019 году? Можете ли вы выделить какие-то пункты? Ну, самое главное, закрылись неуспешные проекты. То есть если, грубо говоря, еще в прошлом году было достаточное количество проектов, которые, в принципе, знаете, так вот существовали, не пойми как. То есть у них, в принципе, бизнеса-то не было, но они оставались на плаву. То вот сейчас произошла так называемая зачистка от нежизнеспособных проектов. Фильтрация такая, да. Вот это, ну, да. Но, с другой стороны, конечно, это сейчас очень тяжелый год. Особенно для Хорики и для отелей, и для ресторанов. Потому что, ну, реально у людей нет денег, а кроме того, постоянные вот эти ограничения, то есть, ну, выживут только, скажем так, сильнейшие и умнейшие, которые могут вести правильно и подходить к ведению своего проекта ресторана как к бизнесу, а не как к баловству. Потому что, ну, что греха таить, все-таки баловства было достаточное количество. Вот сейчас вот баловства уже нет, остались только те, кто профессионалы остались. То есть и такого не было, конечно, никогда. Ну, а так тяжело, тяжело и финансово тяжело, и бизнесу тяжело, и шеф-поварам тяжело. Ну, кстати, вот кондитерка, наверное, все-таки немножечко получше себя чувствовала в этот период времени, потому что и с точки зрения доставки им было попроще, и все-таки в тяжелые времена сладости заедают проблемы. Да-да-да, это точно. Даже справлялись те, кто были на работе, они дома пытались как-то закрыть свой бюджет, именно делая заказы на дом. Потому что доставка, которая, она не решает всех проблем. То есть доставка не может вытащить бизнес. Но самое главное это то, что, ну, как бы бизнес и так и продолжает жить, я не знаю, как у вас, но у нас полная неопределенность. Сколько это все продлится, когда это все закончится, никто не знает. Нет, у нас ничем не отличается ситуация. Я абсолютно согласна про кондитерское. Вы знаете, вот пару эфиров назад мы общались с Олегом, да, или иным, и он мне раскрыл секрет, говорит, это для меня было что-то новое. Здесь в Латвии никто так не делал, хотя православного населения тоже достаточно. Это уже освещенные красивые куличи в Пасху с доставкой на дом. Я это теперь здесь всем коллегам рассказываю, кто эфир не смотрел, они говорят, о, круто, это же такая вообще идея. Говорят, ну вот на этом заработали прям очень хорошую сумму. Ну да, это было. Такое прям как вот, ну, наверное, не очень тактично смеяться, но прям действительно попали, угадали, и это что-то вот такое новое, чего 100% не было бы в 2019 году без пандемии. Насчет ПИРЭКСПО 2020, Елена Васильевна, Елена Владимировна, вот вас обеих хочу спросить, насколько это мероприятие тоже вот другое в этом году в связи со всеми этими событиями? В чем главное отличие? Что для вас было вот сейчас самым главным при подготовке к ПИРЭКСПО, к Москва Кейк Шоу? Можете я, Светлана? Да, да, пожалуйста. В этом году люди были действительно целевые, и, вы знаете, не было тоже случайных людей. Для меня эта выставка явилась самой продуктивной из, наверное, почти этих пяти лет, потому что реально люди ехали, реально люди понимали, зачем они идут на эту выставку. Также мероприятия, которые мы проводили, были полные залы, в залы, то есть люди шли за помощью, люди шли за ответом, люди шли за решением. Это очень сильно радует. Но опять же фильтрация, да? То есть это вот такое главное слово этого года получается. Да, праздногуляющих было, но их практически не было. Да. Ну, я могу то же самое сказать. Основное – это то, что приехали те, кто на самом деле нужны. Нужны для наших экспонентов, это в первую очередь для компаний, это потому что у этих людей есть запрос необходимый либо по технологии, либо по оборудованию. Приехали те, кто хотят получить ответы от экспертов, и, наверное, это было гораздо проще, когда ты общаешься с людьми, которым что-то нужно, а у некоторых когда-нибудь, может быть, что-нибудь возникнет. Хотя, конечно, это тоже нужно. Не всегда мы принимаем решения сразу же, но нам надо что-то заложить, какое-то зёрнышко в голову, потом оно соответствующим образом прорастёт. Но вообще это очень тяжёлый год, и у нас задача была провести, потому что основной вопрос, который нам задавали, мы просто уже под конец сходили с ума. Вот всё точно нам сказали, всё закрывают, выставки не будет, всё. И мы только делали, что развенчивали слухи, что вы обладаете неверной информацией, вам какие-то не те люди то сказали. И это, конечно, очень тяжело, поэтому я просто благодарна своей команде, которые смогли это всё выдержать. Ну, мы рискнули, и у нас прошло. У нас есть... Да, очень хорошо, и у нас всё прошло. И даже я получила обратную связь от экспонентов, которые принимали участие. Они сказали, что действительно те, кто подходили к стендам, это были реальные покупатели, реальные люди, которые приехали за решение вопроса. Заинтересованы. У нас есть вопрос от нашего радиослушателя. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня такой профессиональный вопрос. Чуть-чуть такой. Чем мы ответили, что это от США? Спасибо. Честно говоря, не поняли, я думаю, ни в Москве, ни в Риге. Но просим прощения, если у вас получится нам задать вопрос либо в фейсбуке на моей странице, мы с удовольствием ответим с экспертами. Коллеги, давайте, поскольку у нас остается буквально 2 минуты до окончания эфира, резюмируем и дадим, возможно, какие-то наставления, советы, как молодым специалистам, так и тем, кто хочет открыть что-то свое. Я знаю, Мария Маград, участница тоже Пир-экспо, которая была в рамках открытой кухни у нас здесь в эфире, тоже мечтает открыть школу свою кондитерскую по 3D-тортам. Какие мы даем советы, чем зафиналиваем сегодняшний эфир, что можем от души сказать и пожелать? Не будьте равнодушными, не сидите, как это, ровно и ничего не делайте, а наоборот стремитесь узнавать новое, стремитесь расти. Как это? Будет вопрос, будет сразу же ответ. Да, и отрабатывайте все новые технологии, которые вы отложили на завтра сегодня, они вам завтра пригодятся. И не бойтесь, и не бойтесь, главное, пробуйте, не сравнивайте себя с другими, верьте в себя, я тоже вот добавлю пару строчек. Коллеги, огромное вам спасибо, я от души благодарю, что несмотря на все эти вот еще и временные различия, мы сегодня пообщались, уверена, что этот эфир будет полезен как нашим радиослушателям, так и аудитории, которые нас слушают в странах СНГ. Вам желаю тоже со своей стороны, не останавливаться, вы делаете великое дело, помогаете специалистам, вдохновляете, даете им упускать руки, показываете, расширяете их горизонты. Спасибо вам огромное, надеюсь, что когда-нибудь мир откроется, мы увидимся, познакомимся вживую. Сегодня у нас в студии были эксперты, президент Академии кулинарного искусства, эксклюзив Лена Васильевна Шрамко и владелец генерального директора компании ПерЭкспо Елена Владимировна Меркулова. Спасибо вам, также Родион Золотарев сегодня нам помогал, наш звукорежиссер, ну и я, Валерия Иванова, открытая кухня.